С 9 по 16 июня в некоторых районах Читы отключат электричество. Это связано с ремонтными работами, которые проводит Читаэнерго. В самом разгаре сейчас и ремонтная кампания на Харонорской ГРЭС. Чтобы подготовить мощнейшую электростанцию Забайкалья к осенне-зимнему периоду, у специалистов есть всего 67 дней. Тему продолжит Светлана Тулунова. Это котлотурбинный цех, один из самых важных на станции. Именно здесь располагаются все три энергоблока, их суммарная мощность 655 мегаватт. Правда, сейчас первый энергоблок не работает. По плану пришла его очередь капитального ремонта. Сейчас специалисты проводят вскрытие паровой турбины, после чего начнется дефектовка, то есть исследование, которое покажет, какие детали необходимо заменить, а какие отремонтировать. Сейчас происходит капитальный ремонт турбоагрегата номер один, капитальный ремонт паровой турбины и капитальный ремонт турбогенератора. Срок ремонта составляет 67 календарных дней. Естественно, успеть очень важно, потому что станция непрерывно выдает нагрузку и по окончании ремонта она должна выдавать плановую нагрузку, то есть электричество потребителям. Чтобы успеть все в срок, специалистам приходится работать по 12 часов в две смены. Ведь даже один день простоя обернется для станции огромными убытками. Ну и, конечно, чтобы разбираться в такой технике, необходимо специальное образование. Поэтому сотрудники котлотурбинного цеха, чтобы не потерять навыки, периодически занимаются на полномасштабных компьютерных тренажерах. При помощи современного оборудования на Харонорской ГРЭС следят и за работой всех энергоблоков. В этом цехе автоматизированных систем управления за специальными мониторами можно следить за выработкой тепла и электроэнергии, управлять оборудованием. В течение лета небольшой ремонт пройдет и здесь. Правда, эта работа рассчитана больше на программистах, чем на инженеров и слесарей. Ведутся сегодня работы и по нанесению антикоррозийного покрытия на опоры воздушных линий и несущих конструкций галерей топливоподачи. На ремонт только основного оборудования в этом году планируется потратить более 45 миллионов рублей. Светлана Тулунова, Сергей Миртов, Время новостей.